Добрый день, дорогие друзья! Но прежде всего придется извиниться за ту небольшую неразберевку, которая у нас была перед началом. Вы нас простите, это небольшой технический компьютерный сбой. Мы все зависим от этих систем, и они нас иногда выводят, подводят. Но зато у нас никакой не был человеческий фактор, и мы видим, сколько людей пришло сегодня. Я с удовольствием представляю слово для открытой фестиваля «Слава и музыка свободы» Александру Дроздову, исполнительному директору президентского центра «Институт». Господа, правильнее было бы сказать, дорогие россияне, главное дело своей жизни я уже сделал. Россия никогда не вернется в прошлое, она будет двигаться только вперед. Эти слова первого президента Бориса Николаевича Нельцина стали для нас рефреном, мотивом, содержанием работы в этом огромном проекте, который называется сегодня в Екатеринбурге, совершенно по-небратски, Ельцин-центр. Но это как свой парень. А если говорить с высоты федерального закона, который мы созданы, то называемся мы центром сохранения исторического наследия. Давайте на секунду задумаемся, что же это такое историческое наследие первого президента. Вообще говоря, коротко, свобода. На третьем этаже в нашем музее есть зал свобода, там есть колонны, на которых ключевой свобода, обозначенной на этих колоннах, по идее, держится наша Конституция, можно подойти, обнять, там, кстати, зеркальная поверхность, посмотреться, как вы выглядите на фоне той или иной свободы. В общем, это самое главное, то, что дал нам Борис Николаевич. Он возродил человека политически мыслящего. Еще раз повторю, он дал нам свободу, нам только осталось понять, что мы получили, и суметь этим воспользоваться. Движение вперед, как мы понимаем, на основу, на собственном опыте, Людмила согласилась со мной, не всегда означает движение строго по прямой, прочерченной в линейке. Это те, кто занимается парусным спортом, ходят под парусами, знают, что, может быть, не слишком увлекательное, тяжелое, но, в общем, интересное занятие ходить против метра. И это получается. Вот вы видите этот гигантский корабль, каждая палуба, из которого заселена, она жива. А вы сидите на главной палубе. Значит, мы движемся. Значит, мы движемся. И что бы сказал, наверное, нам к дорогу президент? Так как он умел это делать афористично и предельно ясно. Лучший способ сказать это сделать. Вот давайте делать вместе. Я думаю, что не только от команды фестиваля, не только от коллектива Ельцин-центра, но и от тех, кто сидит сегодня здесь, в зале. Мы ждали сегодня на премьеру нашей Аллы Кирилла Серебренникова. Он обещал приехать, обещал представить спектакль, и мы очень на это рассчитывали. К сожалению, ситуация сложилась плохо. Каждый день идут суды, и этим судам нет конца. Но давайте пожелаем Кириллу выстоять, пожелаем доказать свою невиновность, пожелаем, чтобы свобода для него стала полноценной свободой. И мы, конечно, его дождемся в Ельцин-центре. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...